Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развелась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать всё, что не успеет. Привет, ребята! Я точно знаю, вы любите домашних животных. Отлично! Сегодня у нас в гостях маленькие пушистые гости, поэтому скорее присоединяйтесь к нам. Маша Навценя и Милана Кулай уже заждались нас. Начинаем! А ты уже назвала их как-то? Да, только одного, своего любимчика, потому что скоро они поедут жить. Другие дома. Вот этого. Посмотри. Его зовут Мурзик. А я бы его назвала Грызунчка. Привет, девочки! Привет! Это что за милые гости у нас сегодня в программе? Это кролики у нас тут. Кролики? Ничего себе! Какие милые! Так, ну-ка я возьму. Ой, они совсем вручные, да? Да. А они что, бывают трусливые? Представляешь, многие думают, что зайчики, кролики трусливые. Как вы думаете, почему люди так думают? Я даже и не знаю. Давайте положим обратно наших кроликов. Почему же люди считают, что зайчики трусливые животные? Может, потому что они очень быстро убегают? Быстро убегают, хорошо. Но они постоянно как будто трусятся, да? Да. Как будто трясутся. Боятся. Да? Вот многие люди думают, что они боятся. Но на самом деле их просто мышцы находятся постоянно в напряжении. А для чего, Машка? Чтобы они очень быстро убегали от хищников. Да, хищников. Молодцы, так и есть, умнички. Что мы еще знаем? Из-за того, что кролики живут с людьми, они так не трусятся. Почему? Потому что их защитили. Потому что они не боятся, что им кто-то нанесет вред, да? Потому что они живут дома. Да, они живут дома. Чего боятся-то, да? И у них есть свои хозяины. Да, хозяева. Замечательно с этим разобрались. А что еще мы знаем о зайчиках? Что кушают зайчики, вы знаете? Да. Что в лесу кушают зайчики? Ягодки. Пару деревьев. Молодец, Маша. Ягодки, грибочки, да? Какие-то растения, листочки. Хорошо, Милана, а твои кролики что кушают? Мы им даем специальный корм для кроликов из зоомагазина. А еще мы им даем сено, вяленую травку и сырые овощи. Ой, как здорово. А капусту можно давать? Нет. Нельзя, да? А, казалось бы, любят зайчики капусту, да? Да. А на самом деле нельзя. На самом деле нельзя. Хорошо. С этим мы и разобрались. А давайте вспомним про шерстку, про шубку зайчика в лесу. Какая она? Она... Она меняется цветами. Молодцы, девочки. Да, она меняется. А почему же она меняется? Давайте разбираться. Потому что зимой ему холодно. И как-то ему нужно скрыться от холода. И он специально меняет шубку. И даже не из-за этого. Он меняет свою шубку в белую, чтобы скрываться от хищников на снегу. Молодец, Милана. Все правильно, девочки, вы знаете. Он меняет свою окраску для того, чтобы скрыться, да? Летом какой зайчик? Серенький. Серенький. Потому что, когда он серенький, ему легче скрыться где-то в деревьях, где-то в какой-то норке. Его не видно. Но когда наступает зима, падает снег. И представьте, серого зайца. Что? Его будет видно. Конечно. И сразу хищник его заметит. Конечно же, Машенька. Именно поэтому он меняет свою шубку на белую. Тем более, что белая шубка намного теплее. Она его больше согревает, да? Да. А вот кролики меняют свою окраску? Нет, мои кролики зимой и летом одним цветом. Вот так, как елка, да? Да. Зимой и летом одним цветом. Хорошо, с этим мы с вами разобрались. Миланка, скажи, а твои кролики чего-нибудь боятся? Чего-нибудь громкого. Громкого звука, да? Да, громкого звука. Например, хлопота ладоши. Если мы похлопаем ладоши, мы сейчас не будем, чтобы не пугать наших кроликов. Да. Например, грома. Да, очень боятся. А вы сами боитесь грома? Очень. Очень. Я, если честно, тоже. Так, а чего еще боятся? Ну, я даже и не знаю, чего они еще боятся. Может, они боятся хищников? Это точно. А с дома можно найти, кто будет охотиться дома на кроликов? Даже не знаю, может, коты? Коты. Вот, кстати, об этом давайте поговорим. У тебя есть какие-нибудь другие животные дома? Да, у меня есть дома котик. Ага. Но они почему-то мирно играются. Мирно играются. Это очень здорово. Да? А вот в лесу, как вы думаете, зайчики боятся других животных? Я думаю, всех боятся. Конечно, да. Конечно же. Они опасаются и собак, и лис, и волков. Да? Да. Потому что они маленькие, да? Зайчик примерно такого размера. Миланка, расскажи, а твои кролики кусаются? Ну, если их сильно напугать, то они могут и укусить, и поцарапать. Угу. Действительно. И обычные зайцы. Если им причинить вред, то, конечно же, они укосят, да? Особенно вот этот. Ими мирно дружить, то ничего не произойдет. Меня вот этот один когда-то поцарапал. Поцарапал. Вот. Ты, наверное, его испугала? Ну, да. Он испугался и решил защититься. Да? Хорошо. А зубки у них какие? Остренькие. Остренькие. Остренькие, да. Но маленькие. Конечно же, маленькие. А вот у зайчиков в лесу какие зубки? Еще острее и большие. Еще больше. А знали ли вы, что у зайчиков зубки растут всю жизнь? Представляете? Как? Именно поэтому им нужно постоянно стачивать их. А что они стачат? А что значит стачивать? Стачивать – это делать из сырей и кушать твердую пищу. Да. А чем они стачивают? Веточками стачивают? Да. Корня. Корой. Деревья. Молодцы. Какие вы у меня умнички. Ну, морковка. Ну, не стачивать, но от нее ничего хорошего. Действительно. Она для нас больше полезная, да, чем для зайчиков. Хорошо. А вы слышали когда-нибудь, что зайчика называют косым? Почему так? Знаете? Может, потому что у него косое зрение? А вот и нет. Может быть, еще есть какие-то предположения? Милана, знаешь? Может, он криво прыгает? Вот, молодцы. Его так называют из-за петляющего бега, да? А еще? Он теряет след. Из-за того, что он любит путать след, да? Он не теряет. Он специально запутывает. А зачем? Чтобы охотники запутались и не смогли его найти. Конечно же. Охотники, кто еще? И другие? Животные. Молодцы. Ну вот, мы с вами и разобрались. Давайте теперь возьмем наших милых друзей на ручки. Чего мы пожелаем нашим телезрителям? Хороших снов. А ты, Машенька, что пожелаешь? Чтобы им снились хорошие сны про зайчиков. Ой, как здорово. Мы желаем вам сладких и пушистых-пушистых снов. А теперь смотрим мультфильмы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok